С 2009 года у нас проходит лаборатория класс молодой режиссуры и конкурс «Действующие лица», который еще раньше начался, и у нас уже он проходит 2009 год. И вот пьеса Дорненкова «Самый легкий способ бросить курить», которая была представлена на конкурсе «Действующие лица», и затем реализовалась в качестве такой режиссерской заявки сразу двумя молодыми режиссерами на классе молодой режиссуры, это было позапрошлым году. Вот сегодня мы с радостью представляем премьеру этого спектакля, который станет репертуарным спектаклем нашего театра. Пархай, как ноты лёг, как надевка. Пархай. Я планирую. Да хрена лысого ты планируешь, понимаешь? Ты хрена лысого планируешь, ты планируешь, чтобы я тебя в покое оставил. Вот это да, вот это ты планируешь, да. Тыкаешь мне все время, что ты интроверт, это хренов, интроверт. Хорошо, ты интроверт. А я кто? Ты интроверт, а я кто? Я что, говно куриное, да? Интроверт он. Интроверт он. Вот проблема какая, когда ты вот куришь, как паровоз, и уткнешься в свой этот мобильный телефон, а ты хоть сделал хоть что-нибудь, ну хоть что-нибудь, Коль, сделай хоть раз в жизни, понимаешь? Вот что-нибудь, интроверт, ты сделай хоть раз в жизни интроверту. Дорогие, как тебе? Смотри, 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 16 тысяч, смотри, 16 тысяч, это я сейчас на калькуляторе посчитал. Смотри, это если, я посчитал, смотри, это если я курить брошу, смотри, я за жизнь сэкономлю, это 16 тысяч долларов, понимаешь? Нет, ты представляешь, на эти деньги сэконом можно сколько купить? Ой, ну, типа за что? Я устала, не могу так. Два года назад в классе молодой режиссуры сразу два молодых режиссера. Филипп Лось, это режиссер нашего театра, и Владимир Смирнов, это студент курса в мастерской Женовача, представили свои две различные совершенно версии, различные заявки на эту пьесу. И мнения разделились, кому-то из присутствующих, из публики, из критики, из театральных деятелей, которые были на этой презентации, кому-то была близка одна заявка, кому-то была другая. Но вот процесс как-то этот шел, в конце концов театр сделал свой выбор, и мы показываем этот спектакль, и спектакль этот выходит в той версии, которую представил Филипп Лось. Мы очень рады, что этот проект был поддержан открытой сценой. Мы без открытой сцены, наверное, не смогли бы его выпустить, так что мы очень за это благодарны. И вот сегодня у нас предпремьерный показ и премьера. Что касается самой работы этого режиссера и вообще этого режиссера, он не первый раз уже ставит спектакли на сцене нашего театра. У нас долгое время шел, и вот буквально до недавнего времени, ну в течение шести или семи лет нашел спектакль «Бабий дом», который также пьеса участвовала в конкурсе «Действующие лица». И вот Филипп Лось был одним из режиссеров этого спектакля. И вот сейчас это его такая вторая крупная работа именно в Москве, хотя он доставил и в других городах, и в провинции. Но вот в Москве это такая вторая его большая серьезная работа. Ну, если говорить о союзничестве с драматургом, то, конечно, здесь слово «любовь» вполне уместно. Мне очень нравится все, что пишет Миша Дурненков. Мне очень нравились и те пьесы, которые они сочиняли вместе с Вячеславом. И практически первым моим полноценным спектаклем был «Культурный слой» по пьесе, тогда еще написанной в союзничестве Вячеслава и Михаила Дурненкова. И мне все, что я читал, все, что я видел поставленным, мне, конечно, очень-очень нравилось. И когда Михаил предложил почитать эту пьесу, я погрузился в нее целиком. Пьеса очень тяжелая. Ты скорее болеешь ею, пока ее делаешь. Действительно, это не совсем здоровое состояние, потому что это нездоровое состояние героев этой пьесы, нездоровое состояние людей, потерянных, мучающихся в этом мире, враждебных этому миру. И поэтому ты принимаешь на себя это состояние и болеешь вместе с ними. А знаешь, у меня сколько людей, я такой рецепт. Нужно напихаться, напихаться через силу. Прямо. Сколько летит? А потом полчасика пролежать, потупить. Смотри, мне пролежать-то не дашь. Ты же у нас отвязная. Води мне ничего, у тебя цивильная. Ниже ты цира. Прямо мне скажешь про тебя, что ты такая. Отвязная. Да ты вообще не моего вкуса. Не мой тип, прямо скажу. Не то, что какая-то там уродина. Просто не мой тип. Я вообще не понимаю, как мы с тобой вчера. Я тоже мухая мыл, а? А я мухой мыл. Назрался с пацанами, хули. Одноклассники. Мерзи мне каждый. Вот и сьюзи. Мы вообще-то не закладываем. А тут прямо сьюзи капец. Тебя полно смутно. Наверное, больше года назад я делал на классе молодой режиссура эскиз. Несколько сцен из этой пьесы. Она мне казалась такой более музыкальной, звучащей определенным образом. Мелодикой текста захватывала. Там в этом было больше такого, больше было символизма. Сейчас я понимаю, что работая с пьесой целиком, я стал относиться к этой истории жестче. Точнее, может быть, какая-то мелодия исчезла, взамен пришел вот какой-то такой жесткий, быстрый, плотный ритм этой истории. Корить. А я вот бросил. А я вот что-то не помню вас, Константин. Вы три года младше, говорите? На два. Да вы не могли меня помнить? Вы же тогда звездой школы были. И ботинки на такой подошве, и волосы. Да, ведь как накрасил, как-то, на самом деле, как-то еще не было. Простите-ка. Кстати, можно вас попросить, накиньте циклочку на дверь? Ну, да я пойду уже. Если Валерия Ильича нет, то... Стал в гости, а я... Нет, я сам захотел пару раз тогда еще, после школы на 1 сентября. А потом как-то... А вас не было здесь тогда? А я недавно вернулась. Ну, так, может, на ты? Так, может, не надо? Ну, мы один раз повеселись тогда еще в школе. Ну, может быть. А не помните тот скандал? Ну, а Новый год на школьной дискотеке? Ну, когда вы борзом из зоопарка в американку проиграли, а он сказал вам, чтобы вы всем грудь со сцены показали. Как давно было, Константин? Всего и не помнишь? Ну, школа, наверное, мне кажется, это с одной стороны действительно... Это рубеж, это какая-то такая высшая точка, когда человек заканчивает школу, и когда мир перед ним открывается. Это такая, ну, мне кажется, точка такой наивысшего счастья и наимощнейшей будущей перспективы. Школа именно как старт, когда все возможно, когда все доступно. Конечно, помню. Константин, ваше сочинение выиграло первое место на районной олимпиаде. Это все мои достижения кончились. Да-да-да. А что это у нас тут такое было? Повышенная сисцлическая активность? Нет, обычный БМС. Обычный БМС. Так, Костя, может быть, чай? Да, почему нет? А я сегодня прогуливался мимо школы. Вы же знаете, нашу школу сносить через неделю будет. Да вы что? А что, она не работает, что ли? Уже 4 года как не работает, а я там провел 25 лет. Лучшее время жизни. И вот абсолютно случайно, думаю, зайду, посмотрю на свой кабинет и вообще... Это случайно происходит каждый год на 1 сентября, жалкое зрелище. Традиции, Константин. Вот что делают человека человеком. Они трудно заметили. Это чушь собачья тайна. Выблечь из головы, неужели ты думаешь, что какой-нибудь там мистер или утюг на полпути к разумному человеку? Охланили их. У нас с крупными сутками работает. И он что, профессора записывает? Вот чай пей, а ты не ори на меня. Я не ору, у меня просто манера речи такая. Артисты, которые заняты в этом спектакле, в основном они же участвовали вот в той режиссерской заявке, которая 2 года назад здесь была показана. Главную роль играет Алексей Гнелицкий. Это один из наших таких ведущих артистов среднего поколения. Очень яркий, очень необычный. Он играет очень разные роли. Он у нас играет Чацкого в спектакле «Русское горе». И вот здесь он играет роль Константина, такого молодого человека, героя нашего времени, неудачника, не понимающего, что вообще зачем он живет, что ему нужно в этом мире и чего этот мир ждет от него. Скорее всего, ничего. И само название пьесы «Самый легкий способ бросить курить», который, так сказать, это аллюзия, конечно, с известным произведением таким, достаточно культовыми рекомендациями по тому, что нужно сделать, чтобы бросить курить. Здесь, конечно, это такая метафора. И в спектакле, который поставил Филипп, эта метафора, наверное, достигает такого очень резкого и пронзительного звучания, потому что «Самый легкий способ бросить курить» – это вообще как самый легкий способ что-либо бросить. То есть просто не жить. В общем-то, достаточно такая пессимистическая, может быть, нотка есть в этом спектакле. Тем не менее, вот как ни странно, в нем очень много юмора. Это заложено в самом тексте пьесы. И не случайно жанр мы обозначили как черная комедия, то есть в ней наряду с такими трагическими какими-то вещами, очень характерными для нашей современной жизни, особенно для молодого поколения, которое как бы зависает в этом космосе и не очень понимает, какие смыслы его окружает, ради чего вообще следует за что-то бороться и вообще продолжать всю эту историю земного существования. Вместе с ней очень много каких-то моментов смешных. Здесь очень интересные актерские работы наших артистов достаточно молодого поколения. Ивана Мамонова, который играет одновременно две роли сразу. Как раз это очень смешные эпизоды, связанные вот именно с ним. Мне кажется, прямо как ты хотел. Здравствуйте. Здравствуйте. Саша меня зовут. Что там читает? Да. Костя. А батюшки? Константин Владимирович. Нет, можно просто Костя. Почему все журналы такие старые, этот прошлогодний? Методика такая. Константин Львович. Владимирович. Можно просто Костя. Простите, у меня память на имена ужасная. Константин Владимирович. Вы где до этого работали? В смысле на последней работе? Именно последней меня интересует. Ну, у меня такая работа была. В общем, как... В общем, я был заместителем генерального директора. Конкретнее, Константин Владимирович. Конкретнее. Чем вы занимались? Ну, я работал с разными поставщиками по электрооборудованию. Ну, с разными заводами, которым нужное, разное по электричеству. В общем, узнавал танцы, но предлагал им нашу номенклатуру. Жуть. Жуть, как интересно. Саша сказал мне все объяснить вам. Кто сказал? Саша. Он так, чтобы у тебя... А! Да. Простите. Дело в том, что я... Я с Сашем брат-близнец. Знаете, Коля меня зовут. А вы, значит, вы Константин Львович, да? Нет. Владимир и... Ой, даже еще лучше. Ну, ладно. Давайте, каратенечко значим. Дело в том, что мы... Это некое креативное агентство, которое занимается, ну, всем подряд. Ну, и прежде чем выпустить какую-либо нашу продукцию, нам нужны люди, которые могут объективно оценить все наши труды. Вопрос есть по этой части? Погодите. Погодите. Здесь люди. Серьезно? Вы... Не Саша? Я не Саша. Я Коля. Я Сашем брат. Давай тебя дальше. Потрясающий артист Ваня Мамонов, который просто вот с первой репетиции, с первой читки, он, конечно, он так был заражен этим персонажем, так ему интересно было придумывать вот эти вот две ипостаси, эти переходы между ними. И как то в одном, то в другом проявляется, собственно говоря, одна и та же там безумно уязвленная вот эта вот психопатичная личность действительно этого несчастного-несчастного социолога, в котором ученые постоянно борются с оскорбленным мужчиной и все вместе вдвоем пытаются утихомирить какого-то уже полнейшего психопата. Ну да, это, конечно, это несомненно такой, мне кажется, это вообще один из ярчайших вообще образов, которые я встречал в современной драматургии, в принципе. Потому что можно говорить о типологии в той или иной степени всех остальных персонажей или почти всех остальных персонажей пьесы. Таких героев, как Саша Коля, я не могу припомнить ни одного. Вы должны были написать парами слова, встречающиеся в экстремистских текстах или текстах, на ваш взгляд, опасных для общества. Правильно? Да, да, я вот тут еще на листочке примеры. Черношопы, лечевать, Аллах, бомб, вот все правильно, да? Да, да, эти самые вопросы. Ну а у вас что? А что? Ну а что у вас? Вот, взять хотя бы первое. Депутат и героин. Я подумал, смотрите, если я был депутат колется героином, ну что, а что, это не опасность для общества? Теперь скажите мне, Константин Львович, раз ли вам не все равно колется депутат героином? Или не колется? Только честно мне скажите. Нет, если честно. Никому, никакой разницы, давайте начнем с дарушкой и грязью. Ну я прям точно так не могу сказать, но мне кажется, ну что, издевательство. Керантофиле, я не издевательство, потому что следующее у вас старики и рантофиле. Ну почему вам в отчбоке рантофиле, это я, знаете, когда у метро... Керантофиле, дети, вяжем в магазин, театр стимиры, что я лень тебе вину, а жена, пересмена, а что вы экстремисты пошли на такое преступление, жиле и смиря, что у вас в голове, Константин Львович, ты, я не могу так работать. Если бы я конкретней знал, а вам что... Константин Львович, знаете, почему вы здесь работаете? Нам нужен там народ. НЕ ПРОЩЕНИЕ! ОТВЕР! Коль, правильно, все... Нет, я ничем не... Все... Я что, ну я что-то недавно сделал. Да, извините. Константин Владимирович, вы ни в чем не делали, извините. Вы нас извините. Знаете, мне тут многое неясно. Да. Я, например, прежде чем сюда зайти, я обошел здание с той стороны. Да. Там висит на дверях вывеска НИИ, социология и статистики. То есть, вы что, вы не рекламой занимаетесь? Не рекламой. А чем? Вы простите моего брата, Константин Владимирович. Вы простите. Но его тоже можно понять. Да? Вы так думаете? Вот он меня простит. Я здесь вот на... Я знаю. Вот на мой взгляд, вы с заданием отлично справились. Вы знаете, я это даже не глядя могу сказать. Нам ведь и важна, прежде всего, ваша субъективность. Вы же народ. Вот сейчас. Вот с народом мне как раз не очень понятно. И с Сашей. Да. Он так себя обеял. Так. Как будто я его что? Я его оскорбил, чем-то обидел. Ну, в каком-то смысле так оно и есть. Понимаете? Полчаса тому назад звонила Татьяна. Она спрашивала, как вы справляетесь с работой. Она за вас волнуется. А я волнуюсь за брата. Она ему мозг крутит уже не первый год. Я при чем? Да ни при чем вы. Вы ни при чем. Виноваты их отношения. То есть отсутствие таковых. А вы у Татьяны явный фаворит. И он банально вас ревнул. Я фаворит? Вы? Ну, я так думаю. Я, конечно, в женщинах не очень разбираюсь. Чего уж никак нельзя сказать по вам. А что вы такой уверенный в себе, такой надежный, такой мужественный. Мы с драматургом практически ровесники. Поэтому это узнаваемые вещи. Они, в принципе, узнаваемые, я думаю, относительно сегодняшнего дня. Ну, и для нас тем более тоже. Поэтому нет, сложно не было. В таком, ну... В смысле сложности они всегда есть. Ты когда берешь новую работу, ты как первоклашка. Ты не знаешь, куда идти, что делать. Что делать с руками. Это все сначала. Как начинать ходить. Каждый раз. Заново. Скорее ищешь не препятствия, а скорее их... Ну, то, как ты будешь это преодолевать. Ну, ищешь плюсы, а не минусы. Иначе, если будешь искать минусы, то осложнишь себе просто свою жизнь. Вот, вы же знаете, что я Татьяну назвал в честь героини Евгения Медиа. Но вот сколько всегда помню, всю жизнь хотели быть пушкинистом, и все дети хотели быть космонавтом, и я вот пошел. Вот, вот, влияние роскоши может благоприятствовать их украшений. Самовар был бы важным нововведением. И вот еще, еще точнее, но легче для нашей леновки, взамен у слова живого, выливать мертвые буквы и посылать лимы книги людям, не знающим грамоту. Это без путешествия вас, вы понимаете? Я честно, честно, нет. Миссионерство, миссионерство, вот, что можно предложить этим людям, миссионерство разума, не православная вера, а миссионерство разуму, всех достижений человечества, всего, что я постиг, как человек культуры и как учитель. Вы про кого сейчас говорите? Я говорю про вас. Я говорю про вас, дорогой, вы, Кольца, после нашего разговора, я, 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 ускорившись, пошел бы и забрал этих людей, живущих в разводных школах, себе добычу. Куда-сюда? Да, в смысле, куда-сюда, сюда, что ли? А у меня как будто Перенос-жас стал, я подумал, что другие делают. Я научитель. Нет, прощайте, вы вообще, я такой серьезные, что... Да, ну, я не с вами В этой пьесе все плохо, все потеряно, все выпотрошено. Но пьеса на самом деле не только о том, она и о том, что можно по-другому, что можно повернуться от этого, можно пойти другой дорогой. Для этого надо раскрыть себя другим людям, идти навстречу другим людям, не пытаться отгородиться от них, не предъявлять к ним счет за свои потери, обиды, не завидовать им, не стремиться самоутвердиться за счет другого человека. Ну такие какие-то простые вещи совсем, но тем не менее они важны для каждого последующего поколения. Там есть такой текст, он мне очень помогал в работе, он говорит, «Я никакой, я ворую чужие биографии и леплю из них свои». На данном моменте это такие ключевые вещи, когда человек не способен совершать какие-то сознательные, сильные волевые акты. Что, ты правда хотела переехать ко мне? Нет, я хотела возле тебя перехать. Ну а потом? А потом, собственно, о том, как переедешь на эту дверь. Ну а что, ты мне с работы тогда зачем выделал? Иди, Константин, упаковывай коробки. А ты? А мне собраться как ищем попояться пару трусов дозумна еще? Нет, я хотел сказать... Сейчас, я сейчас запутался. Все. Я тебе распутаться не помогу, сама как. Иди, Константин, иди. У тебя очень много людей. Тянь. У меня их не так ему тянь. Страшного человека. Как твоя фамилия? Черный. Ой, аж мурашки похожи. Выполни одну просьбу? Да. Я хочу, чтобы кто-нибудь разрушил этот чертов город солнца, который строится в моем доме день и ночь. Ты все это заварил, ты... Не разрешай. А там привет. Она как бы очень недолюбленная девочка, девушка, женщина. Именно отцом. Именно вот родительской любовью. У нее в жизни нет ничего важнее, как наконец-то стать, даже не стать, а чтобы он вдруг понял, что она его единомышленник и обрадовался, что она его дочь, его единомышленник. Потому что она всю жизнь сражается за его любовью. Всеми способами, пробивая все стены. Что ты хочешь узнать, почему я дружил с этими случаями людьми? Ну да. Ну знаю их с детства, и жизнь так сложилась. Да трудно сказать. Я не знаю, что ты профессионал сети, а ты можешь сказать, как жизнь сложилась. Я не нарежу все эти краски. Вообще, как две коровы на бойне. Одна округа, другой спрашивает. Ты как это сказался? Вторая отвечает, как жизнь сложилась. Так сложилась жизнь. Ей подруга в школе еще сказала, если я со своим парнем на ней цветового Валентина переспрашиваю, то потом выйдешь за него замуж. Она так и делала. В общем, потом так и получилось. Вот и вся история. Дети есть ли? Нет. Она одно время хотела, она никогда. Потом и он перестал об этом думать. Еще она любила представлять общую старость. Но как они будут вместе, когда будут старыми? А он? Его тоска была. Ты мыслишь, что они в любви проживут вместе. При том, что он любил ее. В смысле, любит. Но от ее фантазии ему всегда страшно было. Ты хорошо их знаешь. Ну так как? Ну что тебе здесь нравится, а? С чего ты решил, что я хочу здесь жить? С чего ты решил, что я вообще хочу жить с тобой? Я тебе ничего не обещал. Я знаю. Ты знаешь, мне кажется, если мы здесь с тобой поселимся, мы с тобой превратимся в этих твоих знакомых и забудем, кем мы были. У меня с куличку плиты. Ты будешь сидеть на стуле и думать, я не хочу встречать с ней старость. Пока. Мне его жалко, конечно. Мне его жалко, потому что, мне кажется, человек заслуживает все-таки, и он способен организовать себе такую радостную жизнь, а не мучительную такую. Все в твоих руках, что называется. Ты можешь быть там бедным, богатым, с руками, с ногами, можешь быть инвалидом, но при этом быть внутренне цельным человеком и достойным самого себя. Вот это важно, мне кажется. Сейчас вокруг нас столько соблазнов, что мы теряем ориентиры, теряем вот эти акценты. Ценности все они как неваляшки у нас сейчас. Поэтому сложно очень разобраться, где настоящее, где обман. Для Михаила Друненкова эта пьеса, это попытка избавления от какой-то реальности, такой вот черной реальности, тягучей, безнадежной реальности, которая бродит рядом с каждым из нас. Она совсем близко. И в какой-то момент Михаил честно поворачивается в ее сторону, смотрит ей во все глаза, описывает ее, пропускает ее через себя. И дальше пьеса начинает жить своей жизнью, дальше приходят режиссеры, пьесу очень много ставят сейчас. Приходят режиссеры, наверное, каждый в ней находит свой жанр, свой сюжет, свои какие-то, свои темы, свои отголоски, которые важны именно тебе. Саша, я не понял, я чего должен оценивать? Общее мнение интересует. Так не видно же ничего. Что там, видеокамеру жиром, что ли, намазали? Мельтешня какая-то, не разобрать же ничего. Что там, резина горела, что ли, дым такой жирный? Смех, ноги, собаки. Слушайте, там еще ребенок попал в кадр ненадолго. Он такой закутанный стоял там в стороне, смотрел куда-то. Я не понял куда, но мне показалось у него, что там, страх в лице. Страх? Тревога, страх. Понятно, понятно. Слушайте, я тут прикинул одну вещь. Ну, я так, просто пофантазировал, знаете, у меня от работы с вами воображение развелось. Так вот, я тут прикинул. А что, если найти человека, который бы реагировал, как целый народ? Ну, представляете, человек один, а реагирует, как народ огромной страны. Вы представляете себе? Более-менее. Ну как? Это же золотое дно. Вы представляете, какие можно было бы эксперименты ставить, если такой человек, да? Если экспериментировать, в смысле, с ним не здесь, в комнатке, на задах Нии, а в масштабах, да? Вы и всегда же знаете, как поведет себя целый народ, да? Улавливаете мысль. Ну, да. А если вырастить такого человека, а? Или, например, найти. Найти. Да? Чего его растить-то? Он наверняка уже есть. Да? Он просто не знает, что в нем сосредоточена реакция миллионов. Надо просто его найти, вычленить из толпы и экспериментировать, да? Как вам этот человек? Нравится, говорит? Значит, пройдет в президента. А леденцы эти как? Слушайте, ничего, значит, будут покупать. А если надавить, а? Слушайте, терпит. Это значит, народ-то тоже будет терпеть. Константин Владимирович, сейчас здесь появится мой брат. У него есть мнение по поводу нашего дальнейшего сотрудничества. Так вы же вроде все время объясняете. Обстоятельства. Извините, но я должен вас покинуть. В этом страшном очень много нелепого. Если не смеяться над этим, если не иронизировать над этим состоянием, над этой историей, над этим миром, то тогда ты ей сдаешься, тогда ты говоришь, что это неизбежно, что это ждет каждого из нас, вот это разочарование, вот это вот опустошение, оно неизбежно придет к каждому из нас. Если мы можем над этим смеяться, если мы видим в этом авторскую иронию, если мы понимаем, насколько нелепо отдаться такому безнадежному состоянию целиком, тогда мы сами не безнадежны. Тогда у нас как раз есть выход. Поэтому, мне казалось, именно поэтому комедия, комедия, Антон Павлович Чехов практически все свои пьесы называл комедиями, и это не снижает тот болевой порог, который существует в восприятии зрительного зала, когда люди говорят с ними о самых серьезных вещах. Жанр определен, как черная комедия, но она такая, тяжелая. Комедия – это не обязательно легкий жанр. Комедия – это просто определенная степень освобождения себя от неизбежности соотнесения с тем, что ты видишь на сцене. А мой братец – садист. Он заставил смотреть вот это видео со своего дня рождения каждого человека в офисе, а вот теперь до вас набрался. Что же он мне сказал, что это его день рождения? Но я не садист, вы у нас больше не работаете. Вот как? Да, мы в вас ошиблись. Тут нет вашей вины, просто мы очень поверили. Одному человеку вы больше не можете у нас работать. Не могу? Нет. Мы были сначала удовлетворены работой с вами, но потом я не знаю, что с вами произошло, но все ваши оценки, как говорится, мимо кассы. Откуда вы знаете, что они мимо кассы? Объяснять не моя сильная черта, я вам уже говорил! Антон Васильевич! Павел Григорьевич! Можно Павла? Я так вижу. Павел Васильевич! Поглядите на это видео и расскажите нам о своих ощущениях. Константин Львович! А на счет денег что? Выдадим! Обязательно выдадим! Вместе с подпиской и неразглашением. Вы должны будете хранить тайны все, что видели и слышали. Все подробности работают. Идите, Павел Васильевич! Он отдыхает и вечер! Он отдыхает! Это все абсолютно слепок нашего времени. Эти истории, эти состояния, эти слова, это ощущение мира, ощущение себя в этом мире, я думаю, в той или иной степени присутствует практически в каждом человеке, который способен еще в этой жизни что-то ощущать. Тупик настолько близок, что один другой шаг, и ты оказываешься в нем на самом деле. Жизнь, к сожалению, очень сильно, современная жизнь очень сильно способствует вот этому обесличиванию, обессмысливанию человеческой жизни. Когда человек становится таким субъектом потребления, и все, и там ничего дальше, там пустота. Деньги заработал, деньги потратил. И вот этот вот бессмысленный, бесконечный конвейер, в котором нет ничего больше, он, к сожалению, он очень близко. Там же есть, есть чудесный совершенно персонаж Пабло, который, ну вот, такая вот беззаботная личность. Вот самый нормальный человек, который не рефлексирует, не погибает, который уверенно и прямо совершенно движется по этой жизни, получая от нее удовольствие. Казалось бы, он самый благополучный персонаж этой пьесы, но он же чудовище. Он чудовищный Костя, который жену свою замочил, да, потому что Костя это делает там в припадке отчаяния, и вообще непонятно, насколько он виновен в этом. А в Пабло таких припадков отчаяния не может и никогда не будет по определению, вот что ужасно. Может, я всем отпутал, может, я перепутал себя с кем-нибудь, а? Ну правда, ну как, ну какой я убийца, прям смешно вообще. Ты спрашивал, какой я, я никакой, понимаешь, никакой. Вот такой, я чужие биографии ворую и свою из них леплю, такой, из чужих кусочков писем. Может, это не его, может, это меня-то чужие в коридоре снили, а я тут про себя напрягнул, мол, всякого сейчас. Ну сейчас я хочу опять нормально свою успокоен, тихо, серую, незаметную жизнь, такие есть, я знаю, есть такие. Вот, шел-шел и пришел. Жил-жил и умер. Пойдем, Костя, хватит демологии. Пойдем, познаваться захватил, ты сам знаешь. Да, кстати, паспорт возьми, не дадут, а то, спросим, будешь как дурак. Я думаю, что я все-таки, наверное, обращался, прежде всего, к этой пьесе, к людям, ну, моложе себя, моложе себя лет, наверное, на 10, на 15, которым, по большому счету, кому раньше, кому позже, с этим состоянием, с этими проблемами предстоит столкнуться, да, когда жизнь еще недавно кажется такой многообразной, такой перспективной, и еще все получится, и еще все удастся, и все идет в руки, и удивительно быстро эти двери начинают захлопываться, и эти тропинки начинают обрезаться, и каждым годом ты понимаешь, что все меньше и меньше у тебя остается времени, у тебя остаются возможности, и вот это вот первое состояние ужаса, это, знаете, как, наверное, оно страшнее даже, чем вот, когда ребенок там в 5-6 лет первый раз начинает задумываться о том, что он смертен, вот, потому что тут человек понимает уже, что не только конечная его жизнь, но конечные и смыслы, которые он закладывает, они, как бы, нереализованные смыслы умирают, и больше не возрождаются, и ничем не заменяются, вот, это действительно по-настоящему страшно. Не помешал? Костя, нет, 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 Костя, а он начинает вас видеть. Да, да, ладно, радость? Да, да. А, может, мне уйти? Окей, Костя, останьтесь, пожалуйста, я прошу. Пожалуйста, пожалуйста, я прошу. Что здесь происходит? Можешь объяснить, а? Короче, эти наши чучмейки зарезали мента. Из варенья. Нет, нет, все было не так. У нас был урок, точнее у меня был урок. Он пришел человек измерить пыль. Он показал корочку. Я уже не понял, что это за павилья. Они не понимали, что происходит. Они защищали себя, защищали себя как могли. В чем проблема? Короче, что вы такое говорите? Да никакой проблемы бы не было, если бы он не захотел взять свину на себя. Зачем? Они ни в чем не виноваты. На них напали. И они защищали себя и свое достоинство. Только никто не будет их слушать. Если кто и виноват, это я. Я не понимал, что происходит. Я не могу противостоять перед советом. Теперь вы начнете вместе следить. Зачем тут нас встречал старый мигал? Я хочу, чтобы вы милиция. Думаю, что они были здесь во время взрыва. Очень интересная работа нашего молодого артиста Александра Овчинникова, который играет здесь возрастную роль. Вот так получилось, что никто из наших старших артистов просто в силу занятости, в силу режима не смог сыграть человека, которому по спектаклю ему в районе 60 лет. Его играет совершенно наш молодой артист. И вот это тоже такая очень интересная работа, которая, я думаю, обратит на себя внимание. Вообще сейчас еще очень сложно говорить. Этот разговор может состояться по-настоящему, может быть, в спектакле после какого-нибудь 20-го, 30-го. Ну, когда ты... Сейчас все настолько открыто и все такое больное, еще не очень осознанное, где-то даже больше интуитивное. И понимание про персонаж как такового, вот, его нет, я надеюсь, что оно придет, ну, какое-то вот снизойдет это осознание всех этих. Потому что, ну, действительно, пьеса, она не простая, она такая многоуровневая, и понимание этих всех пластов, оно, я думаю, ждет нас еще все впереди. Ну, в пьесе вполне сознательно есть такой ощутимый эпилог или по скриптум, последний монолог Вероники, когда она рассказывает, и когда это пронзительная, чистая, красивая, добрая история о ее нежной привязанности к девочке в детском саду, к ребенку с не совсем стандартным развитием, и это желание вот этих двух абсолютно разных и по возрасту, и по всему, по всему. Это любовь двух людей, которая возникает вдруг, она как-то вот под финал, ну, чуть-чуть, чуть-чуть отодвигает вот всю, 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 всю остальную черноту предшествовавшей истории. У меня тут такое приключение было, сейчас коротенько расскажу, Катю потом расскажу. В общем, повела Васю в садик, слышишь? Повела Васю в садик, в садик прям моей мечты, знаешь, такой прям, не с того, как ни раз, в современном, только в общем. Выдарила у Геннадия, ну, поверх элементов еще на взятку, там сумела комиссия, сумела еще пару мест, туда-сюда еще перехожу знакомиться, слышишь? Да. Вот же, это, ты потом Катьке расскажешь, если я не дозвонюсь. Ладно, еще перехожу знакомиться, значит, знакомлюсь, стою, разговариваю со воспитательницей Васиной группы, а она просто кошмар, Костя, она просто кошмар, как вот, я не знаю, как из моих снов, такая вот глупая хамская группа, я не знаю даже, как кто. И что, и вот этот будет воспитывать моего ребенка, а? Вот этого будет воспитывать, я пошла к директору, поговорила с ней, все, все, теперь я работаю в садике воспитательницы, представляешь? Ну, а что, у меня диплом дефектолога, детского дефектолога, я еще до всех своих олигархов получила, так что я устроила это со свистом. Ну, и так как я дефектолог, на меня, значит, всех этих детей с отклонениями сгрузили целую группу, поэтому я сейчас сад за парик. Я домой прихожу, полчаса с Васей играю, все, и меня охота на грузовике, грузи и на свалку. Хорошо, что вот Ай гуляет, а жопа с ручкой помогает, вообще зашивалась. Вот, да и ревух, вот, слушали, каждый день ревух. В общем, появилась у меня там любимица, такая маленькая девочка, она, ну, такая, ну, у нее синдром дауна, но она очень хорошенькая, она такая прям ласковая, прям, ну, вот. Вот, от меня родители отказались, когда родили, мы не могли сразу привыкнуть, понимаешь, и она полгода в интернате жила, а потом ее забрали назад, и теперь к нам детский сад водит. А я что, понимаешь, она меня как видит, она сразу вот ко мне бежит и прям вот, 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 прям, ну, я не знаю, ну, вот, вот, понимаешь, а что я, баба обеспеченная, понимаешь, у меня же все в жизни есть, я на элементы каждый раз машину покупать могу. В общем, решила я ее к себе забрать, у Васи сестричка будет, правильно, опять же, решила ее к себе забрать, поговорила с ее родителями, вот, ну, говорю, мол, типа, ну, раз отдали, так, может, и другой раз отдадите, а они говорят нет, они говорят нет, потому что, говорят, теперь уже не отдадим, потому что, говорят, уже привыкли, понимаете, привыкли, вот такая вот история, понимаешь, Костя. Слушай, у тебя сигареты, мне это, не кудайся курить. Ой, Костя, ты что, сейчас особо с детьми ты не покуришь, я вообще бросила. Да я, конечно, бросил. Чего ты? Я тоже бросил, говорю. Так ты молодец, хорошо, вот и не кури, не кури, и здоровей будешь. Вот, все, короче, скажи, Катя, конечно, я, это, буду звонить, может, в общем, работаю, скажи, буду звонить, слышишь? Все, давай. И ты знаешь, что главное? Ты курить не начинай. Вот так, вот, не начинай, все, потому что, ну, что это, вот, начнешь, ты видишь, все, что ли, все вря, что ли, все эти мучения. Ладно. Ну, все, давай, Костя. Счастливо расставаться.